Доброго времени суток зрителям канала Злой Эколог. Сегодня у нас в очередной раз в гостях Вадим Шигалов. Вадим, приветствую. Приветствую, Сергей. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы обсудим последние новости, тем более, что они сыплются как из рога изобилия. И обсуждать какую-то одну новость просто мы физически не сможем, скажем так, получится по-любому, они все пересекаются между собой. Я бы предложил начать с темы отключения электроэнергии. Первое такое значимое громкое отключение это было в Иране. И в Иране якобы власти заявили, что причиной отключения электроэнергии это были майнеры незаконные якобы, которые майнят и потребляют там что-то 160, что ли, мегаватт электроэнергии. Ну, я как такой достаточно неплохой специалист в этом вопросе, как бы майнингом мы еще с 2012 года занимались. Вот. Я понимаю, что да, в принципе, майнинг, фермы по майнингу могли стать причиной сбоя электроэнергии. Но, как правило, такие сбои, они могут быть кратковременные. То есть, это на какое-то время выключилась там подстанция. Остальные в любом случае работать будут. И наверняка эти майнинговые фермы сосредоточены не в одном месте, а, ну, минимум, несколько мест там по стране должны быть. То есть, так, чтобы вот именно майнинг, который происходит в Иране, чтобы он вырубил всю сеть иранскую, это, конечно же, действительности не соответствует. А больше похоже на то, что вот у меня на канале, кстати, появился новый секретный инсайдер, я его назвал, человек, который не хочет афишировать свои данные. Ну, вот он как раз рассказал еще в первом видео, которое я опубликовал, о том, что намечается энергетический кризис из-за недостатка электроэнергии. Это первый момент. А второй момент в различных чатах, которые касаются Америки, говорилось о том, что вот ждите 10 дней темноты. То есть, ситуацию эту предрекали. И Иран это была только первая ласточка, потом отключился свет Ватикане. Вы, Вадим, делали у себя на канале видео, по-моему, да, расклад? Да, я просто немножко поправил, там хронология немножко другая. Первое массивное отключение – это был Пакистан, а после него сразу была Мексика, Ватикан и некоторые районы Италии. То есть, это официально пресса не сообщала, но я разговаривал с многими людьми из регионов, они говорили, что у них происходили в тот день отключения. И, опять же, не было дано никакого такого резонного объяснения, так же, как в случае и с Пакистаном, и с Ираном. Поэтому, так как я не являюсь специалистом в биткоинах и в майнинге, вот поэтому я думаю, что ваше мнение здесь будет не лишним, потому что я не сталкиваюсь никогда с этими майнинговыми фермами, и я не могу подтвердить или опровергнуть действительно, сколько ватт, киловатт, часов потребляет одна крупная майнинговая ферма. Потому что здесь вот в статье, которую один из иранских политических активистов приводил, он утверждает, что одна ферма потребляет, сейчас скажу, здесь вот приводилась цифра порядка 600. Каждый биткоин транзакция использует около 65,7,39 кВт часа электроэнергии, что эквивалентно 59 дням электричества для среднего британского домохозяйства. Это сообщил Daily Telegraph, то есть это, конечно, да, массивное количество киловатт-часов и только на одну биткоин транзакцию. Если учесть, что это будет целая ферма, причем здесь утверждается, что это корпус стражей Исламской революции, это, можно сказать, привилегированная национальная гвардия иранская, то есть это, ну, можно сказать, элитные части иранской армии, если так можно выразиться. И совместно инвестировали эти деньги в эту ферму вместе с китайскими инвесторами крупными. То есть я предполагаю, что, как вот утверждается, что эта ферма мощностью 175 мегаватт и находится она в Росанжане. То есть 175 мегаватт для майнинговой фермы, на мой взгляд, как дилетанта в этом деле, это выглядит просто гигантской цифрой. Вот что вы думаете по поводу правдоподобности этих цифр? Нет, цифры абсолютно правдоподобные. Крупная майнинговая ферма, мы тоже здесь запускали, она запросто может такое количество энергии потреблять. Но другой вопрос, что не приводит это, вот как в Иране, да, сказать, что частота электроэнергии упала, не будет такого однозначно. Плюс ко всему, наверняка, это вот там одна, допустим, ферма стоит, ну плюс еще по стране там разные физлицы тоже могут майнить. То есть однозначно, что это только прикрышка для того, чтобы скрыть истинные причины. Потому что, ну, в Америке отключился, в Америке же там тоже, там и Вашингтон, штаты, по всей стране там что-то 90, что ли, процентов территории оказались без света. То есть ситуация, на мой взгляд, к майнерам никакого отношения не имеет. Это причина однозначно в чем-то другом. Ну, у меня такие же подозрения были, но так как я в этом с технической стороны этого процесса не знаком, я поэтому не стал делать никаких выводов. Меня просто насторожило то, что, во-первых, отключение в Иране произошло буквально через несколько часов после того, как госсекретарь Помпео заявил о том, что Иран был причастен в сотрудничестве с Аль-Каидой и каким-то враждебным террористическим актом по отношению к американским интересам в разных частях света. И это при том, что на самом деле, несмотря на вот такую подобную риторику, которая уже применялась и при Буше, и при Клинтоне, и при Обаме даже, на самом деле Иран сотрудничал очень тесно с Соединенными Штатами, например, во время вторжения Американского Второго в Ирак, то есть во время Второй Иракской войны, даже иранские, как сказать, иранцы запрашивали бомбардировать лагеря оппозиционеров иранских на территории Ирака, и американцы для них бомбардировали этих оппозиционеров. Казалось бы, на самом деле они должны были их, наоборот, финансировать, и до этого такое тоже было. Но на самом деле они помогли Ирану уничтожить лагеря тренировочных иранских оппозиционеров. И так же, как Иран, например, перехватывал разных террористов, которые пытались атаковать 6-й флот в Персидском заливе. То есть было сотрудничество, а еще до этого, во время Боснийской войны, гражданской войны в Югославии, иранские власти финансировали муджахедов, которые поставляли оружие боснийским мусульманам, то есть мусульманскому правительству в Сараево. И это все происходило с молчаливого одобрения Соединенных Штатов, точнее не с молчаливого, это не было никакой риторики, которая бы в публичном пространстве это осуждала, просто по-тихому ЦРУ сотрудничала вместе с иранским правительством и поставляла через муджахедов, это те, которые участвовали и в афганских войнах, то есть в 79-м году, в 81-м и так далее. Эти люди, и арабы, и иранцы, там же были разные люди, в том числе люди, связанные с Пенуладином, то есть арабы, которые переехали воевать за муджахедов в Афганистан. Так вот эти люди помогали и своим, так сказать, военной тренировкой, и переправкой оружия, и разных финансовые потоки переправляли в Сараево, боснийскому мусульманскому правительству. То есть сотрудничество между Ираном и Соединенными Штатами тайное. На протяжении последних 30 лет велось достаточно тесто, несмотря на то, что в газетах и публичном пространстве были постоянно перепалка, это было и эмбарго, это был арест, который был наложен на иранские активы в Соединенных Штатах, который Обама освободил, это было плюс-минус 4 миллиарда долларов, на которые, похоже, Трамп опять наложил вето, и, скорее всего, часть денег остались заморожены. Ну, то есть был такой спектакль, медиаспектакль, хотя спецслужбы и правительство сотрудничали достаточно тесно. И вот интересно, что опять возобновилась эта риторика, опять просочились слухи о том, что Трамп попытается в последние дни свое президентство нанести удар, авиаудар по иранским базам в Иране же. И вот Помпео проговорил о неких связях с Аль-Каидой, и тут вот раз, буквально через несколько часов начинается массовое выпадение энергосистемы в крупнейших городах Ирана, включая сам Тегеран. Вот мне показалось это действительно подозрительно. Ну, вообще, какие-то версии, то есть говорить о том, что это, например, там Америка сделала диверсию против Ирана, а Иран в отместку сделал диверсию против Америки, я так думаю, что говорить мы не можем. Какие-то иные версии есть вообще? Вот у меня, например, никаких версий я придумать не могу. Я просто вот констатирую по факту, что проходила информация, что погрузится мир во тьму, что там еще. Или, может быть, это рассматривать вот в том контексте, касательно вот вашего последнего видео, вы говорите о том, что как всадники апокалипсиса нам такой рисуют этот апокалипсис через картинки, которые выдают в эфир, да? Ну, собственно, вот этот мир погрузится во тьму в последние дни. Это же слова, собственно, взяты из Евангелия, из книги апокалипсиса. То есть это все тоже оттуда, это символика. Насчет того, относится ли реально выпадение энергосистемы и в Пакистане, и в Иране, и в Мексике, кстати. Там было в меньшей мере, но в Мексике тоже было крупное выпадение. Относится ли это к этому символизму, я не могу с точностью заключить. Но, например, одно из крупнейших выключений электроэнергии, которое называется великим американским блэкаутом, которое произошло 9 ноября 1965 года, по странному стечению обстоятельств выпало на дату с нумерологией 9.11. То есть это тот самый 11 сентября, только наоборот, потому что американцы, во-первых, ставят месяц перед датой, а европейцы наоборот, ну и мы, естественно, тоже. Но, в принципе, в нумерологии от того, что переставляете цифры местами, сумма не меняется, так сказать. Поэтому 9 ноября, 9.11 или 11.9, они тождественны. И сперва, когда я узнал, например, ну мне было еще, наверное, лет 12, когда я прочел об этом блэкауте 1965 года, ну, естественно, я ничего не знал про 11 сентября, потому что 11 сентября 2001 года еще не произошло. Но после 11 сентября 2001 года, когда я увидел цифровую корреляцию, а потом, когда я случайно открыл для себя документальный фильм на британской телерадиовещательной корпорации BBC, выпуска 1978 года под названием «Connections», ну, связи, вот там известный журналист по фамилии Бурк, Энтони Бурк, если я сейчас не ошибаюсь, он делал репортаж о вот этом американском блэкауте в 1978 году, который касался вот этого блэкаута 1965 года, 9 ноября. И этот репортаж делали не откуда-нибудь, а с башен близнецов. То есть его крупно показывала камера, он стоит на одной из башен, рассказывает об этом блэкауте, и как вы думаете, какой сюжет? В госпитале каком-то нью-йоркском рожает госпожа Макана, ну, то есть какая-то испаноязычная, видимо, либо порториканка, либо мексиканка, рожает близнецов. А в это время в аэропорт JFK, то есть Джон Фиджеральд Кеннеди, ну, тогда это было один из самых крупных аэропортов Нью-Йорка, ну, и по-прежнему, но это не главный сейчас аэропорт, подлетает рейс скандинавских авиалимий, как вы думаете, с каким номером? 911. И там вот у меня есть полная транскрипция этого фильма, прямо вот все, что там проговаривали герои этого сюжета, и там несколько отсылок к самолету рейсу 911, причем показывают кабину рейса 911, и там на табло, прямо в кабине, показывают цифры 911. То есть я сразу понял, что они хотят соединить, направить их к этому блэкауту 65-го года, 9-го ноября, и соединить воедино события 11 сентября 2001 года, когда башни-близнецы действительно рухнули, с событиями блэкаута. И это ведь не первый блэкаут, и другой блэкаут тоже был связан по нумерологии с цифрами 911. Вот если сейчас не возражаете, я покажу просто пару секунд этого документального фильма, потому что я не могу включать, естественно, звук, потому что нас сразу забанят, но постараюсь на пару секунд хотя бы показать сюжет. Одну секунду. Да-да, конечно-конечно. Попробую экран включить. Можете пока свою часть, как говорится, мнения высказать, а я пока... Ну, мое мнение такое просто. Если они идут к этим целям, к тому, чтобы разрушить эти башни-близнецы десятилетиями, то это просто какое-то больное сознание у людей. То есть, либо они настолько вот встраиваются, пытаются встроиться в эту сатанинскую матрицу, либо они настолько верующие действительно сатанисты, либо они просто-напросто больные на голову люди. Ну, это, в принципе, одно и то же. Я думаю, что это все из одной серии. Так, вот я сейчас вот нашел как раз это видео. Называется этот выпуск, эпизод 1, называется The Trigger Effect. То есть, эффект курка или эффект домино, если так можно выразиться. Причем интересно, названия тоже по смыслу нам, как говорится, подходят. Сейчас я включу экран, чтобы показать. Что интересно, кстати, как только люди начинают кликать на это видео, потому что оно было размещено раньше и на других ресурсах, сейчас вот оно в архиве так называемого DRS Education. И как только люди начинают кликать на это видео, которое было на YouTube, уже ну лет 10 лежало спокойно. Как только люди начинают кликать, массивно заходя туда с моего форума, то это видео сразу же удаляется, как ни странно. А я обратил внимание, вы выкладывали тоже подборку, еще там черно-белые фильмы. И прямо вот в процессе несколько было ссылок, я прямо проходил по ним, и в процессе одна ссылка перестала быть активной. Я думаю, что у них есть какие-то алгоритмы, которые отслеживают в кавычках нездоровый интерес публики к какому-то видео, особенно с сайта, который, видимо, тоже у них под мониторингом находится. И особенно, когда видео уже давным-давно лежит, выложено в YouTube, проходит 10-15 лет, и вдруг люди бешено начинают кликать туда, и, видимо, тогда они начинают какие-то отслеживающие алгоритмы включать и блокировать. Сейчас я вам покажу это видео, значит, я включаю экран. Так, подтвердите, что все работает. Так, включаю. Да, появился черный экран пока. Ага, отлично. Есть, видим. Так, вот, значит, этот эпизод называется James Burke Connection, эпизод 1, триггер эффект. И вот он стоит, сейчас вот этот стоп-кадр, да, вот он стоит прямо, видите, своды внизу, это вот эти арчатые окна башен близнецов. Начинает он свой репортаж снизу, потом переходит плавно наверх. Так, сейчас. Вот он проходит туда. Кстати, реально настоящая причина этого блэкаута до сих пор неизвестна. Они там сослались на некое выпадение реле, из-за этого реле пошла перегрузка каскадная дальше на другие локальные электростанции. И вот поэтому потом порядка 30 миллионов человек в северо-восточном США и в Канаде остались без света в те дни. Но нельзя, нельзя как бы это брать за чистую монету, принимать за чистую монету. Я консультирую со с людьми, которые занимаются энергосистемой. Они сказали, что это не очень правдоподобно. Так, сейчас я попробую найти дальше тот самый эпизод, где он стоит. Он показывает вот этот реле. Да, вот. Обратите внимание, что показывают опять же башни-близнецы издали, да? Видно, да? Ну, вот сейчас, да. Сейчас именно на башне-близнецах. Ага, отлично. Сейчас. И потом он переходит, стоит на верхушке. Одной, по-моему, на северной башне. И, кстати, даже вот эти вот говорящие фамилии они любят использовать в таких сюжетах, которые звучат с издевкой. Потому что вот это, кстати, рейс 911-канинанских авиалиний в аэропорт JFK. И вот там это мексиканка или пуэрториканка, которая рожает близнецов в то время, когда показывают башни-близнецы в госпитале миссис Макана. Макана. Макана – это инструмент такой, типа кирки по-испански, современные. Но на самом деле Макана – это такое древнее оружие центрально- и южноамериканских индейцев. Нечто вроде булавы. То есть такая большая палка с тяжелым наболдашником, обычно зубчатым. Так вот, в сленге южноамериканском это означает болт. Ну, понимаете, о чем речь, да? И вот они часто используют вот такие вот эпитеты. Понятное дело, что зрители, британск, вот эта самая госпожа рожает близнецов, и вдруг выпадает энергосистема. А в это время подлетает в JFK аэропорт рейс 911. И, кстати, здесь же показывают заседание Организации Объединенных Наций. И там показывают посла США в Организации Объединенных Наций. И что вы думаете, жена у этого посла умерла 11 сентября. То есть создателям этого фильма в 1978 году было известно, что она либо умрет, или что она умерла. Сейчас не помню уже фамилию, у меня, к сожалению, это записано на другой странице. Но я проверил, жена этого посла умерла 11 сентября. Я просто запамятил какого года. То есть либо у них было запрограммировано, что она должна умереть, либо она на тот момент уже была мертва. То есть это вот один из таких методов, которые они часто... То есть здесь показывается такой множественный символизм. Увязывается вот этот американский блэкаут 9 ноября, то есть 9.11.65 года, с 11 сентября, башнями и близнецами, самолетом, ну и так далее. Прочие такие оккультные подтексты. Ну вот, что касается вот апокалипсиса, я вот сейчас тоже хочу продемонстрировать экран. Здесь еще интереснее даже становится. Так, одну секундочку, опять включаю демонстрацию экрана. Так. Самый главный вопрос хочу задать. Вот как на ваш взгляд, Вадим, вот это именно, вот если мы говорим там о блэкаутах 60-х, 70-х годов, вот то, что сейчас они показывают нам, да, это как раз уже прям вот сценарий реализации именно апокалипсиса, потому что если они сейчас пытаются реализовать сценарий апокалипсиса, то можно обнадежить наших зрителей, в Библии написано, что все это продлится там всего два с половиной года, что ли, чтобы люди смогли это все пережить. Вот у меня такой вопрос. То есть это вот прям конкретно реализация уже сценария апокалипсиса идет, или это опять одно из событий в череде вот этой вот подготовки к этому сценарию? А, естественно, это все череда событий. Если это действительно является частью символизма нереальной техногенной катастрофы, то это всего лишь одна из серий вот этих событий, потому что я хочу просто прояснить для многих наших зрителей, те, которые не очень знакомы с той тематикой, которую изучаю я. Глобалисты, многие, большинство из которых просто откровенные сатанисты, они все являются членами той или иной масонской организации. Если вы хотите стать членами масонской лужи, вы не можете быть атеистом, вы должны быть верующим человеком. То есть вы можете быть мусульманином, вы можете быть христианином, вы можете быть иудеем, буддистом, кем угодно, но вы должны быть верующим человеком. Неверующих людей туда не принимают. И вот эти вот самые строки из Апокалипсиса, которые они чаще всего применяют в своих тайных кодах, которые размещаются в аудиовизуальной продукции, и в рекламу, и в мультфильмы, и в сообщения СМИ повседневные, они, больше их часть расшифровывается именно книгой Апокалипсис, потому что она действительно используется большое количество раз во всех кодах. Это как бы вот такой вот сборничек дешифровальных кодов. Вы просто идете и смотрите на нумерацию глав, и обычно, если какое-то событие случается, например, на какую-то конкретную дату, например, вот известное сейчас модное заболевание было провозглашено Всемирной организацией здравоохранения 11 марта, то есть 11.3. То есть это тот самый код 11.3 или 3.11, как я вам уже говорил, в нумерологии вы можете переставлять цифры, и значение их не меняется. Если вы заглянете в главы Евангелия, и в частности в книгу Апокалипсис, вы увидите там ответ и, собственно, название корона или венец, в зависимости от того, какой перевод этого Евангелия вы смотрите. В синодальном переводе это называется либо диадема, либо диадима, точнее, вот в русском синодальном переводе, либо венец. А в английских переводах, например, перевод Библии короля Джеймса или короля Якова, как она называется, 1611 года выпуска, это называется просто корона, the crown. Корона, crown. Поэтому, собственно, вот этот вот символизм нам и подсовывает, и недаром сам генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Гутьерреш еще в январе назвал нам тему Апокалипсиса прямо вот в публичном пространстве. Он прямо начал комментировать, сейчас одну секундочку, я открою нужную страницу. Так, он прокомментировал в январе о том, что наступает экономический и климатический Апокалипсис, и упомянул вот этих четырех всадников Апокалипсиса, которые изображены на журнале The Economist, который принадлежит Ротшильдам, и главный представитель Совета директоров этого Economist Group является леди Линн де Форреста Ротшильд, жена сэра Эвелина Ротшильда. Они приобрели этот журнал около 10 или 11 лет назад, если мне сейчас не изменяет память. И вот на обложке изображены между силуэтом Путина и панды слева, изображена группа такая, скульптурная, так сказать, четыре всадника Апокалипсиса, и среди этих четырех всадников Апокалипсиса один одет на одного одета корона и маска одновременно. То есть это как бы нечто напоминающее статую свободы с такими лучистыми рожками короны, лучами, и, собственно, вот такую диадему, которая надета на статую свободы. И вот Джо Байден нам во время своей, так сказать, посещения медицинского учреждения в конце декабря, ну, вы видите, что здесь происходит, здесь происходит... Ну, мы все понимаем, что там происходит. Да, мы все понимаем, что происходит, мы не можем это произносить вслух. Я называю вот это слово субстанцией. Ну, вот когда ему колят субстанцию, вот он выходит сперва в синий водолазке от Ральфа Лорена. Можете посмотреть это на кадрах из CNN. Показывает сразу же, как он заходит, это было, по-моему, 21 или 20 февраля. Вот он приходит, снимает пиджак. Видно экран, да? Да-да. Вот он приходит, сейчас снимет пиджак, и вот под ним водолазка Ральф Лорен с белым конем. Это тот самый белый конь, белый всадник апокалипсиса, который идет первым и несет, по-английски называется pestilence, зараза или чума. В разных переводах, это называется по-разному, интерпретируется как заражение. То есть, то, о чем нам говорил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Гутьерыш еще в январе, а два месяца назад он это повторил уже применительно вот к этому самому популярному, ныне самому популярному заболеванию. То есть, они нам сами подписывают, просто подсовывают эти сюжеты, мы просто должны знать, где смотреть разгадку. И вот, видите, здесь я сделал стоп-кадр. Как вы видите, здесь эмблема водолазки, это, естественно, вот этот вот всадник белый с клюшкой от пола, игрок в полу. Это было 22 декабря, как вы видите. А вот второе вкалывание субстанции, которое произошло 11 января. Вот здесь Байнен выходит, тоже включая без звука, чтобы не получить нам страйк, и чтобы видео не было удалено. Здесь он приходит уже за второй дозой, которая должна по условиям через 28 дней делаться. Посмотрите, пожалуйста, сюда, да? Вы видите, что он на нем... Это уже красный. Да, на нем пола, да. На нем пола от того же Ральфа Лорена. Понятно, что многие любят эту марку, я ее сам люблю. Но эти люди не одевают просто так вещи на такие публичные мероприятия, чтобы не символизировать что-то. И вот ему, как вы видите, проводят эту процедуру. И здесь вы видите отчетливо вот этого самого красного коня и красного всадника. И вот, собственно, сейчас я вам покажу это попозже. Что важно здесь отметить, что... Смотрите, как звучит в книге Откровений Иоанна Богослова. Это та самая книга Апокалипсиса в синодальном переводе. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. Я услышал одно из четырех животных, говорящих как бы громовым голосом, иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец. Это та самая корона, венец. Во многих переводах, даже русских, это читается как корона. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Дальше. Третья глава. Третья строфа той же самой шестой главы. И когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящие, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий. И сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Конь рыжий. В английском переводе конь рыжий читается как red horse. Красный конь. Красный. То есть это прямое объявление. То есть здесь нам прямо показал Байден в хронологическом порядке. Конь белый, всадник белый и конь красный. Вадим, я сейчас, вы знаете, вот после того, что вы продемонстрировали, он еще два только коня показал, правильно? Да. Второй конь говорит о том, что начнется сейчас военные действия какие-то начнутся. Начнется какая-то серьезная война. Я прямо сейчас еще секундочку, я прямо еще два слова скажу. Дело в том, что я с абсолютно разными людьми общаюсь, да, и есть такой Сергей Жиренков, который периодически выдает информацию крайне интересную. То есть понятно, что там что-то, так сказать, намешано, да, может быть там лишнего. Но вот не далее, как вчера, он ко мне обратился, прислал письмо и написал, пожалуйста, срочно обнародую эту информацию о том, что США в данный момент сейчас, они хотят убить Трампа там ракетой и типа того обвинить в этом Иран. И может начаться ирано-американская война. Вот это сообщение было вчера, при том, как бы, вот после того, что вы говорите, то есть получается так, что пазлы сходятся. Неужто мы на пороге войны, которая может начаться там не сегодня вечером, а завтра утром? Войны для шоу вполне могут начать, но Трамп же не возражает против войны с Ираном. Он вполне себе был враждебно настроен к Ирану. Он множество раз заявлял, особенно в последние несколько недель, о том, что не мешало бы нанести превентивный удар по Ирану, так как вот Помпео сейчас тоже заявил, что Иран сотрудничал с Аль-Каидой. Это все, естественно, полная, в общем-то, чепуха, потому что с Аль-Каидой сотрудничали и все, и ее, скорее всего, создали сами же американцы. Поэтому это все за чистую монету вообще не стоит воспринимать. Но просто то, что сейчас вытащили вот эту иранскую карту в самые последние дни президентства Трампа, это, конечно, не случайно. Но я считаю, что это, конечно, абсурд, никто Трампа убивать не будет. Трамп часть этой системы интегральная, и он, конечно, не самый худший представитель из этих сатанинских элит, но он играет по правилам. Но, естественно, его некоторые личностные качества не позволяют ему просто так отдать власть. Но вот так же, как и Никитин. Нет, там смысл был такой, что они сами же его и шлепнут, Трампа, а просто-напросто, ну, может, даже и не убьют, может, картиночку нам нарисуют, а обвинят в этом непосредственно иранцев. И в ответ как бы на вот это вот покушение на Трампа как раз будет атака ядерным оружием, при том, он сказал, непосредственно по Ирану. Нет, я в это не верю, конечно, это слишком изощренный конспирологический сценарий, для него нет никаких оснований. Я считаю, что сейчас развернется некое шоу, но Трамп, естественно, передаст власть 20 января Байдену. В этом никаких сомнений нет, несмотря на то, что сейчас в Вашингтон введены войска. Там приблизительно находится от 15 до 20 тысяч человек Национальной гвардии. Я видел кадры, что солдаты спят прямо в фойе Капитолия, здание Капитолия, там прямо несколько сот человек. Да, да, эти кадры широко разошлись по интернету. Да, эти кадры тиражируют CNN и Fox News, то есть показывают такая демонстрация силы. И с другой стороны говорится, что ожидается приблизительно 4-5 тысяч человек вооруженных сторонников Трампа из этих легальных парамилитарных объединений, которые вооруженные могут прибыть в Вашингтон и даже вступить в вооруженное противостояние с полицией и с армией. Поэтому под этим предлогом они стягивают туда вооруженные силы. Причем об этом сказал сам президент Трамп в своем выступлении. Я смотрел его на YouTube-канале Белого дома, потому что на его собственном YouTube-канале он был забанен еще позавчера. Его предыдущие видео, секции комментариев закрыты были, но ему давали загружать новые видео, а со вчерашнего дня он не мог загружать видео, по крайней мере официально, так как его изгнали из других социальных сетей и из Твиттера, из Инстаграма, из Фейсбук. В принципе, это неудивительно, но это часть шоу, потому что президент, выбранный, новоизбранный президент Байден уже набрал 14 человек из бывших или нынешних старших руководителей таких компаний, как Apple, Facebook, Twitter, он набрал их в свою администрацию. То есть неудивительно, что эти люди, естественно, сотрудничают с интересами, которые представляют люди, которые изображаются из себя демократов. На самом деле, как говорится, республиканская и демократическая партия – это всего лишь две разные головы одной и той же гидры. Но это естественно, что там есть видовая борьба и есть конкуренция, но все эти люди выполняют определенные распоряжения, и они не могут идти против так называемой генеральной линии. Так же, как и в прошлом, Никсон тоже не хотел отдавать власть, хотя ему тоже дали понятнее, недвусмысленно, что он должен уйти. Ему грозил импичмент в связи с вот этим пресловутым вотергейтским скандалом, когда представители президента, ну, люди, связанные с президентом Никсоном, были пойманы при взломе штаб-квартиры демократической партии в отеле Watergate. И после этого Никсон был вынужден уйти под угрозой импичмента. Вот Трамп получил второй импичмент вчера. Я не знаю, успеют ли они провести эту процедуру через Сенат США, потому что для одобрения нужно две трети голосов сенаторов. Осталось всего ровно шесть дней до его президентства. Насколько я понимаю, американская конституция не препятствует президенту, который попал под импичмент, баллотироваться на новый срок. Но в данном случае, насколько я понимаю, из трактования адвокатов, юристов, утверждается, что президент, прошедший две процедуры импичмента, одна из которых была подтверждена Сенатом, две трети голосов сенаторов, он, скорее всего, не будет вправе баллотироваться в следующий раз ни в 2024 году, ни на каких последующих выборах. Поэтому, в принципе, это шоу, все разыгрывается на публику, видовая борьба там действительно существует. Я не думаю, что Трамп реально хочет отдавать власть, она ему понравилась. Это такой человек-шоумен, и власть ему, очевидно, понравилась, он не хочет ее отдавать, но ему недосмысленно дали понять, что президентом он не будет. Посмотрим, насколько хорошо он будет подчиняться этим распоряжениям. Я думаю, что 20 января все пройдет по плану, возможно, устроит некое противостояние в Вашингтоне, после чего гражданские свободы и свобода слова большинства американцев, а потом опосредованно и многих граждан других стран будут свернуты под предлогом того, что вот посмотрите, что люди подобные Трампу могут натворить. Слайсон наш штурм Капитолия 6 января, который был полностью шоу, потому что я видел сам кадр, как полиция практически пригласила этих так называемых штурмующих, среди которых были, естественно, и провокаторы в первых рядах. Они сами их пригласили, никакого штурма на самом деле не было. Там стояли уже подготовленные фотографы с аппаратурой дорогой. Это было не фотоаппаратами обычными или мыльницами или мобильниками снято. Там была реальная фотосессия устроена. Вот этот тип, который забрался на стул, на кресло спикера Пелози, Нэнси Пелози. И, как говорят заголовки газет, почесал там свои яйца. Именно так звучали эти заголовки. Конечно, несерьезно, но там снимки, которые демонстрируются в газетах, это снимки такой художественной фотосессии. Понятное дело, что они все позировали. И вот вчера заявили, что человек, который из офиса Пелози унес лэптоп, был найден в подвале у себя дома мертвым в луже крови. Причем было изъято из подвала две винтовки. И утверждается, что якобы, скорее всего, было самоубийство. Человек-менеджером банка был в штате Джорджия и по фамилии Джорджия. Вот бывают же такие совпадения. Любят они говорящие фамилии. Ну все, спасибо большое, Вадим. Тогда до связи. Я думаю, еще свяжемся и обсудим новые новости. Всем зрителям спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч, надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok